Мир считает глупостью, но в глазах Божьих глупо жить ради каких-то мирских вещей и отвергать Творца. Он создал вас для цели. Эта цель больше, чем деньги и удовольствие, больше, чем богатство, развлечения и все новинки кино. Друзья, вы созданы для гораздо большего. Гораздо. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться с Ним и с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. В интернете было много нелестных комментариев об одном парне, который являлся членом нашей церкви. Все спрашивали, а стоило ли этого? Имя этого парня записано в нашей первой базе данных. Его звали Джон Чао. Он ездил на Сентинельские острова, чтобы рассказывать местным племенам о любви Божьей. Когда я увидел репортаж о нем в новостях, я не знал, что о нем думать, потому что мнения были противоречивы. Внутри я знал, что чувствую по отношению к нему, но мне было интересно, что им движело. Сотрудники нашей церкви близко дружили с Джоном. Они вместе учились в университете Уоррала Робертса. Они сидели с ним рядом в церкви и вместе с ним посещали молодежные служения. Они поведали мне, что Джон был захвачен великим поручением. Он имел цель в жизни. Он не просто искал приключений и любил адреналин. Он очень серьезно относился к профилактике, прививкам, к своему здоровью. Он всегда готовился к поездке заранее. И здесь в Талсе он был поглощен идеей достичь Евангелем тех, кто еще не верует. Он изучал языки, чтобы донести людям евангельскую весть. Здесь в Талсе он жил, совершая великое поручение. Он не ждал того дня, когда однажды станет миссионером в дальних странах. Его город был его миссией. И чем больше я слышал о нем от очевидцев, тем больше я понимал, что негативные комментарии статьи в интернете были очень далеки от истины. На прошлой неделе мы с сотрудниками говорили о нем. Воспоминания его жизни коснулись и меня, и побудили задуматься, а что мы делаем с нашей жизнью? Делаем ли мы что-то значимое для вечности? Может быть, мы позабыли причину, по которой мы здесь собраны? Ведь суть не в рождественском представлении, и не в церковном служении, но в том, чтобы достигать людей, кто далек от Бога и кому нужна помощь, кому нужна вечная жизнь, и кто нуждается в Спасителе, который отдал за них свою жизнь. Мой друг Энди Бёрд прислал мне следующее сообщение. Он работает с миссией YOM и знает все, что стояло за жертвой Джона. Он решил поделиться со мной, поскольку знал, что мое сердце тоже горит миссией. Я хочу прочитать вам то, что он мне написал. Во времена того, как появились СМИ и политкорректность, Джон Чау считался бы героем. Как бы я хотел, чтобы мы заглянули в его сердце, вместо того, чтобы критиковать его методы. Прежде чем я продолжу читать, я хочу сказать тем, кто не знает. Джон Чау был молодым парнем, ему не было и 30 лет. Он поехал служить племенам на Сентонельские острова, и там в него выпустили стрелу. В мире проживает 16 тысяч различных народностей, и это было одно из недостигнутых Евангелем племен. «Тысячи племен по всему миру говорят на своих наречиях, и им еще предстоит услышать Евангелие». Джон отправился на этот остров, зная, что его там может ждать смерть. Они не принимают чужеземцев. Его настигла стрела. Он мог, как и мы, сидеть в церкви, но он хотел достичь этих людей Евангелем. Энди написал, «Как бы я хотел, чтобы мы заглянули в его сердце, вместо того, чтобы критиковать его методы». Судить о методах легко, но куда сложнее взрастить в своем сердце готовность, рискуя своей жизнью, пойти к людям, не слышав Евангелия. Они могут быть жестоки, но ты расскажешь им о вечной жизни. Первый человек, сошедший на побережье Нормандии, тоже был героем. Его готовность пожертвовать своей жизнью привело многих к свободе от гитлеровского режима. Возможно, методы Джона не казались мудрыми в глазах мира, но он все же решился попробовать. И благодаря его жертве племя людей, которое оставалось бы забытыми всеми, оказалось на первых страницах всех новостных газет. Кровь Джона пролита не напрасно. Однажды эти люди будут вынуждены задуматься, что заставило этого молодого парня умереть, лишь бы только они услышали об имени Иисуса. Сквозь века церковь ходатайствует за народы, живущие без света и без надежды, без свидетельства и без Библии. И глядя на подвиг Джона Чау, церковь должна попытаться достичь эти народы, пусть другими методами, но с тем же сердцем. Смерть Джона Чау должна стать стрелой в пассивность христианства и призывом к побуждению. Когда мы хотим достичь спасения ближних или другие народы, наши действия ради их вечности могут оказаться глупостью в других глазах. То, что кажется глупым, на самом деле имеет значение вечности. Я вдохновлен. Я хочу любить людей так, как любил их Джон Чау. Для мира крест — глупость. Иисус для них — глупость. Для них смерть Джона Чау — глупость. Однако в глазах Божьих глупо жить ради вещей этого мира и отвергать Творца. Он создал нас для цели. Эта цель больше, чем деньги и удовольствие, больше, чем богатство и развлечение. Друзья, вы созданы для гораздо большего, чем пустые ценности этого мира. Сегодня я хочу вам дать три пункта, которые стоят всего вашего времени, энергии и всех ваших усилий. Я не говорю, что вам нужно бросить работу и прекратить быть хорошим отцом, хорошей матерью или студентом. Но есть три пункта, которые стоят всего в вашей жизни. Первый — стоит посвятить всю свою жизнь Иисусу. Возможно, вы здесь сегодня, и вы еще не знаете Господа. Вы мало им интересуетесь, просто вас пригласили сегодня в церковь. Вы смотрите на нас и думаете, какие странные люди. Они поднимают руки и восклицают, что их грехи прощены. Они поклоняются Иисусу. На сцене тоже стоят какие-то люди и поют, «Послушайте, мы спасены благодатью Божьей. Мы не можем удержать в себе поток хвалы и поклонения, поток любви к Богу. И мы делаем то, что мы делаем, потому что мы желаем следовать за Иисусом. Мы любим Иисуса, потому что Он первый и возлюбил нас». В 10 главе Марка говорится о богатом юноше. На то время он был очень богатым человеком, и он хотел убедиться, что однажды попадет на небеса для вечной жизни. Он подбежал к Иисусу со словами, «Учитель благой, подскажи мне, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную?» Иисус сказал, «Не называй меня благим, потому что один Бог благ». Послушайте, если Иисус так сказал, мы тоже должны так говорить. Не стоит возвышать людей. Возвышайте только Бога, потому что люди вас обязательно разочаруют. Мы живем не для пастора или проповедника, но для Бога. Только Он добрый пастырь. Не ради Билли Джо и Шерона, не ради Пола и Эшли Доггерти, не ради Билли Грэма и Джона Чао, но ради Иисуса. Мы здесь на земле ради Бога. Иисус ответил, «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, я не краду, не лжесвидетельствуй, не клевещи на ближнего, не обижай. В своем бизнесе не обманывай людей, поступай со всеми честно, почитай Отца Своего и Мать. Вот они принципы процветания, принципы вечной жизни». Юноша сказал, «Я все это исполняю от юности Моей». Иисус ответил, «Хорошо, но одного тебе не достает. Скажите, «Одного». Всегда есть что-то одно. Ты делаешь все правильно, но всегда есть что-то одно, что нас держит». Иисус с огромной любовью сказал ему, «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи, следуй за Мною». Услышав это, юноша поник. Он был разочарован и отошел с печалью, потому что у него было большое имение, очень большое имение. Божья воля в том, чтобы каждая церковь была полна людей, которые возвращаются к Нему и примиряются с Ним. Бог хочет видеть, чтобы все сидения в зале были заняты людьми, которые пришли, чтобы сказать, «Господь, я Твой, у нас много работы». Я помню, как мои дети получили в подарок то ли на день рождения, то ли на Рождество вот такой игрушечный туннель. Они всегда просят меня пройти через туннель вместе с ними. Я решил принести это для иллюстрации. Порой следовать за Иисусом так же сложно, как пробираться сквозь этот туннель. Пытаясь протиснуться сквозь туннель, я понял, что место, где я застряну, зависит от того, что я переношу через туннель. Если вы таких размеров, как я, вы едва ли сможете что-то пронести. Тот самому бы протиснуться. Представьте, если бы Иисус говорил, «Следуй за мной, только вам нужно пройти через этот туннель». При этом вы не сможете взять что-то с собой. Пройдете только вы сами. Имущество оставьте. Нельзя брать с собой багаж, то есть шлейф обид на тех, кто вас предал, обид на служение или на бизнес. Нужно оставить весь багаж горечи непрощения, гнева и ненависти, зависти и жадности, вашей зависимости от вещей. Иисус не против того, что вы что-то имеете, но Он против, если это что-то имеет вас. Иисус хотел добавить смысла в жизнь этого юноши. Он сказал, «Трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Я проясню вам картину. Возможно, вы думаете, что речь об очень богатом человеке, имеющем миллионы или даже миллиарды долларов. В Соединенных Штатах Америки люди живут намного богаче в сравнении с большинством людей на Земле. То, что у вас есть одежда, обувь и автомобиль, то, что у вас есть свой дом, делает вас богатыми в сравнении с большинством людей в мире. Многие люди не имеют того, что имеете вы. Кондиционер, отопление, носки и запасные носки. У многих людей в других странах даже нет носков. Мы принимаем все как должное. То есть, это слово обращено не к миллиардерам, но ко всем нам. Итак, дети просят меня пролезть сквозь туннель вместе с ними. Но представьте, если бы я захотел пролезть вместе с автомобилем, это просто невозможно. Или взять с собой дом. Нет, тогда я не смогу пролезть. Туннель очень узок. Эшли, если я вдруг застряну, то пойди и спаси меня, хорошо? Да, ребята, зачем я ел столько калорий? Это не стоило того, но я обязательно пролезу. Следовать за Иисусом может быть нелегко. очень нелегко. Привет всем. Как дела? Порой следовать за Иисусом означает оставить все, что вас удерживает. «Я выгляжу смешно, словно я надел костюм на рождественское представление». Порой мы не задумываемся, что нас что-то держит, не дает идти дальше. Бог просит нас отпустить все это и довериться Ему. Он говорит, «Я благословлю вас намного больше». Да, мы должны отпустить все, что все еще держит нас. Но поверьте, это того стоит. Если вы жертвуете чем-то ради Иисуса, это того стоит. У Него есть для вас намного больше. На другой стороне, если только вы следуете за Ним, вас ждет намного больше. Спасение дается даром, но следование за Иисусом будет вам чего-то стоить. В Румынии во времена коммунизма жил человек по имени Джон Орлс. Он вел подпольные христианские служения и говорил всем людям, приходящим послушать об Иисусе. Если вы хотите следовать за Иисусом, вот что вам нужно знать. Будет тяжело. Если вы решили следовать за Иисусом, то спасение дается даром. Но вам придется заплатить на земле цену. Он говорил, что будут люди, которые донесут на вас в спецслужбы, оповестят их, что вы верующий, и вас будут преследовать. Вас схватят, и, возможно, даже убьют. Он сказал, поэтому прежде чем поднять руку, что вы хотите принять Иисуса в свое сердце, вам нужно пройти трехмесячный курс обучения, чтобы понять всю глубину посвящения. И он говорил, что через три месяца они со слезами на глазах и с улыбкой на устах говорили, «Я готов платить цену». Это того стоит. Я принял решение следовать за Иисусом. Второе. Делиться надеждой Иисуса с другими. Это того стоит. Мы не должны хранить добрую весть в секрете, держать ее только для себя. Мир нуждается в том, чтобы услышать, что вы можете им сказать. Они отчаянно ищут надежду. Наиболее часто задаваемый вопрос в Гугле, «Зачем я здесь?» «Какова цель жизни?» Хотите верьте, хотите нет, но наиболее часто Гугл запрашивает не о том, в какой ресторан пойти, куда поехать в отпуск или советы для первого свидания. Нет, но наиболее часто задаваемые вопросы в Гугле, «Зачем я здесь?» «Какова цель моей жизни?» То есть из вас, кто подняли руки и сказали, «Я рад, что следую за Иисусом», имеют ответ на их вопрос. У нас есть то, чего так ищет этот мир. У мира есть проблемы, и у вас есть ответ. Его имя Иисус. В Матвее 28 Иисус говорит, «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы». Это не великое предложение или хороший вариант. Это великое поручение. Это означает, что если мы верим в Иисуса и решили следовать за Ним, то у вас нет других вариантов. Иисус не говорил, «Когда вы почувствуете, что теперь готовы, когда вам будет удобно, может, так лет через 30, расскажите обо Мне, вашим друзьям, коллегам и соседям, скажите им, что вы ходите в церковь, что Иисус их любит, но если вам неловко, то не нужно». Нет, Иисус не это сказал. Он сказал, «Идите и научите все народы в ту же секунду, как вы уверовали. Начинайте свидетельствовать другим, потому что Бог сразу же дает вам силу для того, чтобы вы могли делиться доброй вестью. И у нас есть, что им рассказать. Я помню, в седьмом классе на свой день рождения я пригласил 20 человек с класса. Я сказал маме, «Нужна пицца и много печенья». Она заказала 10 пицц и спекла целые блюда печенья. Пришло всего два человека. Дэниел и Питер. И мне было так грустно. Мы сидели и ели пиццу. Я помню, что в тот вечер я подумал, «Пожалуй, я больше никогда не буду устраивать вечеринки. Что-то у меня не очень получается». Но мой отец сказал, «Пол, почему бы тебе на следующий год не пригласить больше людей?» Я сказал, «Пап, они все равно не придут. Они слишком заняты. Может, они забыли или просто я им не нравлюсь. Поэтому они не пришли». Он сказал, «Пригласи больше людей». В восьмом классе я пригласил 40 человек. И знаете что? Пришло 20 человек. Это уже 50% прогресс. Я завел друзей. Спасибо, друзья. На следующий год я пригласил еще больше человек. И пришло еще больше. Скажите, «Еще больше». Я пригласил весь класс. И весь класс пришел ко мне. В следующие годы я приглашал людей из других классов, из классов моего брата. И уже все ждали, сколько же людей придет к полу на день рождения в этот раз. А в выпускном классе, когда мне исполнилось 18, я забрался в кабинет директора. Я заговорил через коммутатор на всю школу от малышей до 12 класса. Да, меня за это поругали. Мне досталось. Но я пригласил на свой день рождения всю школу. Я раздал флеера с нашим адресом и номером телефона. На мой день рождения пришло около 300 человек. Пришли даже малыши с надувными кругами. Они кричали, «Какая крутая вечеринка!» Я сказал, «Иисус, спасибо!» «Ты исцелил мое сердце после той вечеринки в седьмом классе. Я помню, очень мама устала в тот вечер и немного злилась на меня. Она была расстроена и рассказала, «В следующий раз предупреждай, когда приглашаешь всю школу. На всех не хватило еды». А папа смеялся, «Пол, ты молодец! Не останавливайся! Приглашай больше людей! Мне нравится видеть, как наш дом наполняется людьми!» Нечто подобное сказал Иисус в 14 главе Луки. Один человек устроил пир и сначала пригласил всех богачей в округе. Это были очень важные люди. У них была куча дел. Они все отказались прийти на пир. Для них этот пир ничего не значил. Для нас наши дела куда более важны, чем какая-то твоя вечеринка. Иисус поведал им эту притчу, чтобы они поняли масштабы Царства Божьего. Поэтому распорядитель пира сказал, «Идите по всем окрестностям и позовите всех, кого только увидите. Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом Мой. Приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых, чтобы наполнился дом Отца Моего». Божья воля в том, чтобы каждая церковь была полна людей, которые возвращаются к Нему и примиряются с Ним. Бог хочет видеть, чтобы все сидения в зале были заняты людьми, которые пришли, чтобы сказать, «Господь, я Твой, у нас много работы, церковь». Павел сказал о римлянам, глава 1, стих 16, «Я не стыжусь говорить от имени того, кто спас мою жизнь. Я был религиозным фанатиком, но теперь мое сердце горит для Иисуса. И я хочу сказать всему миру, что не стыжусь благословения Христова. Это сила Божья для моего спасения. И об этом стоит говорить с людьми. Мы порой с большей охотой говорим с людьми о фильме, который недавно посмотрели, или о новом ресторанчике. Мы готовы тратить время на то, что пишем отзывы на сайте или комментарии на Фейсбуке, но мы мало свидетельствуем людям об Иисусе, и это должно измениться. И последний, третий пункт, то, ради чего стоит жить. Стоит отдавать свое время, свои таланты и сокровища ради миссии Иисуса Христа. Это того стоит, чтобы отдавать свое время, свои таланты и сокровища ради миссии Иисуса Христа. Это того стоит. В этом зале сегодня есть люди, которые служат в церкви каждую неделю, и они не получают за это плату. Они отдают свое время, свои таланты и сокровища. Они приходят раньше всех и уходят позже всех. Они волонтеры, но мы называем их командой мечты. Мы приглашаем всех, кто желает быть в этой церкви, присоединиться к команде мечты. Давайте похлопаем всем тем, кто служит в этой церкви. Наши аплодисменты команде мечты. Пожалуйста, встаньте. Мы хотим почтить всех, кто добровольно служит в нашей церкви, в любом служении. Послушайте, это того стоит. Это стоит того. Это стоит того. Это стоит того. Я надеюсь, вы получили ответ на ваш вопрос, а стоит ли это того? Конечно, да. Ради того, чтобы следовать за Христом, стоит оставить абсолютно всё. Вы видели, что во время проповеди я продемонстрировал, как протискиваюсь через тоннель, которым играют дети. Они просят меня догонять и пробираться через него. И в этом скрывается мощная иллюстрация для нас. Мы не можем взять с собой наш багаж, всё, что нас держит. Нельзя держаться за свои обиды, за свой стыд или чувство вины. Невозможно идти за Христом и держаться за свой страх. Я призываю вас сейчас от всего сердца произнести эту молитву вместе со мной. Если вы нуждаетесь в новом старте вашей жизни или вы хотите начать жизнь в посвящении Богу, то нам нужно открыть свои сердца и посвящать их Богу. Давайте вместе помолимся. Скажите, Иисус, я выбираю следовать за тобой. Я выбираю оставить всё, что удерживает меня от того, чтобы войти в своё призвание. Я весь твой Господь. И ты того стоишь. Во имя Иисуса. Я повторяю. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились от сердца, то вам стоит приготовиться к величайшему приключению в вашей жизни. Бог будет давать вам идеи, возможности и моменты в жизни, когда вы сможете жертвовать чем-то в вашей жизни и видеть, как Бог могущественно приходит в вашу ситуацию. Не бойтесь и не робейте, не держитесь за какие-то вещи в вашей жизни. И вы увидите, как Бог использует то, что есть в вашей руке и в вашем сердце ради Его славы. Если вам нужна церковь и вы живёте в Талсе, приходите к нам. Мы будем очень рады. Вы ощутите себя как дома. Сообщите нам, если вы узнали о нас через телевидение. А также смотрите онлайн-трансляции наших служений на нашем сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин